В данной лекции речь пойдет о том, как использовать в работе компьютер и как он может помочь студенту при подготовке письменных работ. С распространением информационных технологий и упрощением доступа к ним студента, многие современные учебные заведения стали принимать работы только в печатной, а кое-где и в электронной форме. Современному учащемуся необходимо набирать работу на компьютере. Лучше это делать с самого начала. Возможно, вы считаете себя опытным пользователем компьютера и не представляете себе написание чего-либо без его использования. Однако есть немало таких людей, которые пишут по старинке и неохотно осваивают достижения современных технологий. Для них эта лекция представляет особый интерес. В работе на компьютере есть немало преимуществ. Их знания мотивируют к освоению навыков этой работы. Приведем только некоторые из мотивов. Во-первых, используя компьютер, вам легко будет корректировать свою работу и оформлять ее. Автору не нужно будет, как раньше, переписывать текст по несколько раз. Во-вторых, освоив компьютер, вы сэкономите массу времени. Например, вам не придется отводить специальное время для окончательного набора текста работы. В-третьих, вам откроется обширное поле информации в электронном виде. Электронные библиотеки, справочники, ресурсы интернета и т.д. В настоящее время с использованием компьютера работы пишутся обычно одной из двух программ-редакторов Microsoft Word или OpenOffice любой версии. Хотя эти редакторы во многом отличаются друг от друга, существуют общие принципы функционирования всех офисных программ. Для обучения основным принципам работы в конкретном редакторе рекомендуется ознакомиться с соответствующими руководствами, которые в изобилии имеются в книжных магазинах и в интернете. В качестве примера рассмотрим, как создать и настроить документ в программе Microsoft Word. Чтобы не проделывать много раз работу по оформлению документа, рекомендуется заранее создать пустой документ, содержавший все необходимые настройки, так называемый шаблон. Под шаблоном понимают специальный документ, содержащий так называемые заготовки, на основе которого можно создавать новый документ. Во многих редакторах есть особое хранилище шаблонов. Однако в качестве шаблона можно использовать и любой обычный документ, содержащий необходимое форматирование, то есть настройки шрифта, интервала и других элементов. В этом случае данный документ после открытия следует сохранить под другим именем. Любой документ можно сохранить как шаблон, так же и во многих других редакторах. Документ, маркированный таким образом, будет в большей степени защищен от случайного повреждения или удаления. После создания нового документа, который будет использоваться как шаблон, следует перейти к его форматированию или настройке. Это необходимо для того, чтобы вам в процессе работы не отвлекаться от своего главного занятия, то есть исследования. Важно, чтобы технические моменты не мешали получать вдохновение и подбирать нужные языковые формы для обличения в них идей. Во время предварительного форматирования следует обратить внимание на параметры страницы. Это данные, определяющие размер страницы, на которых ваша работа будет печататься, а также расположение на них текста работы. Здесь по нормативам следует выставить следующие параметры. Первое – это размер страницы. Стандартный размер страницы для печати на принтере – это формат А4, то есть 297 на 210 мм. Изредка используется формат А5, который получается в результате разрезания страницы А4 пополам. Зачастую этот формат применяется для печати работы в виде самодельной брошюры. Но для написания научных работ, таких как реферат, курсовая или дипломная работа, а также многих других, используется только формат А4. Второе – это положение страницы. Страница может располагаться вертикально, то есть высота больше ширины – книжное положение, или горизонтально, когда ширина больше высоты – альбомное положение. В стандартном случае применяется книжное положение. И третье – это размеры полей. Поля – это расстояние от краев текста до границ страницы. Стандартные размеры полей устанавливаются основными программами-редакторами автоматически. Их нужно корректировать только если к виду документа предъявляются особые требования, например, при печати в виде брошюры. Далее важно настроить форматирование текста, которые определяют его внешний вид. Оно включает в себя немало элементов. Прежде всего, это название шрифта. Хотя существует большое количество разнообразных видов шрифта, в письменных работах стандартным является шрифт Times New Roman. Затем определяется начертание. Оно чаще всего бывает обычным, курсивным, полужирным и подчеркнутым. В письменных научных работах рекомендуется использовать обычный шрифт для текста работы и полужирный шрифт для выделения заголовков. После этого определяется размер шрифта. Его принято измерять в пунктах, которые отражают номер калибра текста. Обычно работы должны быть набраны шрифтом в 12 или 14 пунктов. Еще размер шрифта называют кеглем. Поэтому часто указание по размеру шрифта может выглядеть так. 14 кегль. У вас имеется возможность выравнивания шрифта. Этот параметр показывает способ распределения шрифта в строке. Например, строка может выравниваться по левому или по правому краям. Может располагаться посередине или распределяться равномерно по всей ширине области текста. В письменных работах допустимо выравнивание по левому краю. В книгах же выравнивание идет по ширине. И, наконец, межстрочный интервал, под которым поднимается вертикальное расстояние между строками. Оно измеряется относительно высоты самой строки. В работах чаще всего используются интервалы двойной, то есть в две строки, или полуторный. Кроме того, к характеристикам формата текста относят цвет шрифта, пробелы, то есть расстояние между словами, интервал между буквами, отступ абзаца, красная строка, интервал между абзацами, наличие переноса слов по слогам в конце строки и другие. Рассмотренные надстройки форматирования действуют обычно внутри одного абзаца или распространяются на выделенную область текста. Однако в большом тексте настраивать каждый раз формат каждого абзаца или отрывка вручную нет смысла. Для того, чтобы упростить процесс форматирования, многие компьютерные программы используют инструментарий стилей. Стиль форматирования текста – это набор правил, которыми определяется данное форматирование. Стиль упрощает процесс надстройки форматирования. То есть вместо того, чтобы каждый раз задавать параметры форматирования, достаточно просто указать, что данный абзац принадлежит тому или иному стилю. Например, в программе Microsoft Word для этого достаточно поставить курсор куда угодно внутри абзаца и выбрать наименование стиля на панели инструментов. В текстовых редакторах обычно заложен целый набор готовых стилей. Если пользователь не применяет никакого своего форматирования, появляется стиль обычный. Начинающие пользователи, не зная о том, как использовать стили, часто пытаются исправлять параметры текста внутри данного стиля, допуская тем самым ошибку. Например, студент хочет выделить название глав. Для этого он каждый раз изменяет размер и вид шрифта в абзаце, содержащем заголовок главы. При этом не исключено, что каждый раз его форматирование несколько отличается от предыдущего. Поскольку заголовки в тексте стоят на расстоянии друг от друга, студент может не заметить данную разницу. Этой проблемы легко избежать с помощью введения стиля «заголовок 1». Кстати, во многих редакторах он уже имеется, его стоит только откорректировать по своему вкусу. Для этого, для этой цели мы создаем данный стиль и определяем его характеристики. Шрифт Times New Roman, размер 14, вид полужирный, отступ от заголовка начала текстовой области 1,5 см. Больше о виде заголовка мы можем не заботиться. Все абзацы, принадлежащие к стилю заголовок 1, будут иметь заданный нами вид. Если же мы захотим слегка изменить его, то необязательно переходить к каждому заголовку. Изменяя свойства стиля, мы автоматически изменяем вид всех абзацев, которые ему принадлежат. Если же мы захотим составить оглавление своей работы, то программа редактор создает его за считанные секунды, объединив все случаи появления данного стиля. Итак, в этой лекции мы говорили о некоторых преимуществах компьютерного набора текста, а также о том, как настраивать параметры страницы и стиль форматирования текста письменной работы. В следующей лекции мы затронем вопрос использования таких элементов электронного текста, как сноски, оглавления, именные указатели и гиперссылки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!